УПА или Украинская повстанческая армия – подпольная украинская военная организация времён Второй мировой войны, вооружённое отвлетвление ОУН, организации украинских националистов. Ряды УПА пополнялись за счёт добровольцев из числа идейных украинских патриотов и дезертиров Красной армии. Численность бойцов УПА, согласно различным источникам, составляла от 25 до более 400 тысяч человек в разные периоды. Своей главной задачей УПА ставило создание самостоятельного единого украинского государства, которое должно было включать в себя все этнические украинские земли. Также, кроме украинцев, которых было подавляющее большинство, в составе УПА воевали евреи, русские и другие национальные меньшинства. Деятельность УПА носила антипольский, антисоветский и антинемецкий характер. Предыстория основания УПА Сподвигнула на создание УПА деятельность организации украинских националистов, появившейся ещё в 1929 году в Польше. Основным регионом деятельности АУН был Запад Украины. И в 1933 году руководство в этом же регионе взял на себя Степан Бандеран. Сталин был обеспокоен нарастанием активности АУН и в 1938 году организовал убийство лидера организации Евгения Коновальца. Смерть Коновальца привела к кризису в АУН. 27 октября 1939 года Андрей Мельник был официально утверждён в должности лидера АУН. Впрочем, это удалось только потому, что на конференции выбора лидера отсутствовал главный соперник Мельника Степан Бандера. В начале января 1940 года АУН отдаёт приказ о воздержании от активных действий и переходе в глубокое подполье. Но Бандера желает дальше готовить восстание в Советской Украине. Мельник и Бандера не договорились. Случился раскол на Бандеровскую и Мельниковскую АУН. С осени 1942 года на Полесье и Волыне начали параллельно создаваться вооружённые отряды АУН-Б, которые вскоре примут название УПА. Вернёмся на год назад. Когда 22 июня 1941 года Германия вторглась в СССР, украинские националисты избавились от своего красного противника. И 30 июня во Львове под эгидой Бандеры АУН провозгласила создание украинского самостоятельного государства. Также сформировались военные батальоны, такие как Нахтигаль под командованием Романа Шухевича и Роланд под командованием Рихарда Ярова. Однако акт провозглашения украинского государства вызвал крайне негативную реакцию руководства Третьего Рейха. 5 июля в Кракове был арестован Степан Бандера, от него потребовали публичной отмены акта возрождения украинской государственности. Однако, не добившись согласия, Бандеру поместили в тюрьму, а в начале 1942 года в концлагерь Заксенхаузен, где он содержался до осени 1944 года. Успехи немецкой армии и быстрое продвижение на восток в середине сентября 1941 года позволили Гитлеру окончательно отвергнуть идею независимого украинского государства, а к наиболее активным членам ОУН-Б на оккупированных территориях были применены репрессии. С осени 1942 года начали формироваться вооруженные отряды УПА и после поражения Германии в битве под Сталинградом в начале 1943 года УПА были готовы к сражениям против немцев. Спустя время были основаны республики на территории Волыни, где собирались учредить администрации ОУН-УПА. Назывались они Повстанческие республики. В них предполагалось изгонять нацистов, чтобы там формировать части УПА. Примером одной из таких республик была Колковская. Она просуществовала с апреля по ноябрь 1943 года. Одноименный город Колки были захвачены УПА без сопротивления после того, как большая часть местных полицейских перешли в УПА, а небольшой отряд немецких полицейских покинул город. Волынская резня Есть и ужасающие страницы в истории украинского националистического движения. И самой яркой из них является Волынская трагедия. Это массовое уничтожение украинской повстанческой армии этнического польского населения, проживающих на западе Украины на территории Волыни, которая до 1939 года была под управлением Польской республики. Польские историки трактуют данные события исключительно как антипольскую акцию УПА, а украинские акцентируют внимание на мотивах, приведших к проведению УПА этой акции, а также уделяют значительное внимание ответным действиям армии Краевой против гражданского украинского населения, в том числе и на территории Польши. В апреле 1943-го немцы начали формирование дивизий СС Галичина из галицийских добровольцев и военнопленных из востока Украины. Созданию дивизии СС Галиция с самого начала активно противодействовала АУН-Б, протестуя против мобилизации наиболее активных сторонников украинского национализма. Хотя, командир Роман Шухевич считал, что плохо обученным бойцам стоило бы вступать в СС Галицию, дабы обучиться военной подготовке. Ко второй половине 1943-го года вооруженные отряды ОУН-Б и УПА взяли под контроль значительную часть неконтролируемых или слабо контролируемых немецкой администрацией сельских территорий, округа Волынь и Подолия, рейхскомиссариата Украина. УПА провела сотни нападений на полицейские участки, обозы и склады вермахта, главным образом с целью захвата оружия, снаряжения и продовольствия. Размах боевых операций УПА на Волыне и Полесье практически привел к тому, что под контролем немцев оставались те населенные пункты, которые пришлось очень крепко и плотно охранять. УПА 21 марта напали на все учреждения в области Кременца и при этом полностью уничтожили служебный пункт. 20 немцев при этом погибли. К 30 апреля 1943 года Сапад и Юг Волыни были окончательно захвачены украинской повстанческой армией. Немцы также пытались дискредитировать УПА пропагандой. В немецких листовках, сбрасываемых с самолетов на территорию контролируемую УПА, повстанцев называли «сообщниками Москвы». Существовала секретная инструкция от АУН-Б, согласно которой бандеровцы вступали в коллаборационистские движения, набирали там умения, вооружения и немецкие стратегические карты, а после чего дезертировали, расстреливая немцев, пытающихся их остановить. А в Дубна, Кременце и Ковеле, украинские смотрящие, выпускали репрессированных из камер. 7 июня Вермахт начал наступление на Волынь с 10-тысячной пехотой, однако оно провалилось. Несмотря на поражение Германии на Восточном фронте, немецкое командование решило навести порядок у себя в тылу. Осенью 1943 года немцы предприняли новые наступления на районы, зараженные националистическими бандами. В ходе них были ликвидированы повстанческие республики на Волыне. Для разгрома Колковской республики даже была проведена операция с участием авиации и артиллерии. К концу 1943 года, в связи с приближением линии фронта, АУН-Б взяла курс на максимальное сворачивание наступательных действий против немцев и начала копить свои силы на борьбу против СССР. Это позволило местным руководителям повстанческой армии и руководителям низовых структур АУН наладить связи с представителями немецкой оккупационной администрации и командирами частей вермахта. В начале 1944 года УПА втянулись в первые боевые действия против Красной армии на Волыне и Полесье. Большинство лобовых столкновений с советскими войсками заканчивались для небольших отрядов УПА не в их пользу. Вскоре руководство АУН-Б приказало своим отделам не вступать в открытые бои с Красной армией, а замаскироваться в лесах. С приближением советской армии на запад Украины антинемецкие планы УПА были отброшены, а стратегия против Советского Союза еще не была поставлена, и потому УПА не смогла оказать существенного сопротивления РКГА на подконтрольных землях. И так бойцы украинской повстанческой армии начали расходиться по домам. А я сейчас вам поведаю итоги деятельности АУН-Б во Второй мировой, которая заставит вас задуматься. В целом вооруженные акции УПА на антигерманском фронте имели стратегическое значение. Не радикально, но все-таки повлияли на ходу борьбы между Германией и Советским Союзом. Бандеровцы ограничивали деятельность германской оккупационной администрации относительно экономической эксплуатации территорий Запада Украины. Сопротивление АУН и УПА в определенной мере также ограничивало возможности гитлеровцев по борьбе с советским партизанским движением. В этом видео вы узнали лишь о военной деятельности и создании УПА, однако я не упомянул антинемецкую и антисоветскую пропаганду от АУН-Б, ее стычках и сотрудничестве с армией Краевой, Венгрией и Румынией. Также малодоступной информации я нашел про деятельность УПА в Беларуси и я просто не хотел ее, что называется, высасывать из пальца. Ну а на этом все. Хочу заранее извиниться за свою возможную предвзятость, потому что в такой теме я считаю априори невозможно быть нейтральным. Также предвидя комментарии про то, почему я не упомянул конфликты УПА с СССР, а потому что их до 1944 года практически не было, а еще потому что украинские националисты не смогли оказать такое сопротивление советам, какое они оказывали нацистам. Так вот, спасибо за просмотр. До скорого.